Шанти-шанти, рэв, пуховые рукавицы BVN кабриолет, синенький, размер L, для руки от 21, если быть точным, от 21 до 27 сантиметров. У меня рука что-то типа 21-22, насколько я помню, вот тут моя взбесившаяся женщина меня поливала розовой краской, извините, я ничего не смог с этим сделать, они так делают иногда. Вот, пуховые рукавицы, значит, тряпочка здесь мембранная, мембранная тряпочка здесь применена в первую очередь для влагозащиты, и хотя она как бы дышащая, все дела, реальный производитель не рассчитывал, что она будет работать как полноценная мембрана TRPU-8D. Вообще, надо сказать, что этот производитель считает, что пух не особо дышит. Вот, это вечно такая интересная дилемма, Слав говорит, что пух это дышит, охереть! BVN говорит, ребята, он не дышит, вы что? А в тряпочке он вообще никогда не дышит. Ну, на самом деле, чуть-чуть дышит, но версия BVN мне ближе, потому что я владел пуховиками, носил их, именно не красивые толстые, а такие вот, ну, вот такие пуховые свитера, да. Ни фига они не дышат, на самом деле, если ты двигаешься быстро, оперез начинается, поэтому склоняемся к тому, что пух все-таки не должен дышать. Здесь у нас флиз дополнительно нашит снаружи, здесь у нас оксфорд. Оксфорд какой-то обычный, совершенно не крутой, не выкрутастый, но для рукавида достаточно. Влагозащиты в этом месте специальной нет. Итак, пробуем примерить, например, на левую руку. Надеваем. Вот здесь вот я чувствую перемычку, вот перемычка мне врезалась чуть-чуть, пальцы до конца не достают. Но, опять же, нужно делать, нужно понимать, что у меня рука не очень длинная, точнее так, у меня пальцы короткие. То есть пальцы мои могли бы быть на одну фалангу, в принципе, длиннее при моей тропометрии, но они короткие. Поэтому, если у вас пальцы были бы длиннее, вы бы здесь, думаю, что не упирались. Дальше есть возможность подтянуть. Оттягивается достаточно легко, оттягивается также достаточно легко. Пришито нормально совершенно, визуально. Тряпочка безвыкрутастная, тоненькая, но никаких нагрузок, среди разных, ложиться у нее не будет. Важно, что легко затягивается, легко оттягивается. Так, сверху есть возможность кулису утянуть. Кулису нужно утягивать как-то, я не знаю, как-то даже вот так. А вот, неудобно. Потому что можно было бы как-то по-другому это все сделать. Может быть, я что-то не понимаю. Может быть, у меня здесь что-то запуталось. Сейчас посмотрим на другом экземпляре. Так. Вот здесь какая-то такая система. Не совсем очевидная для меня. То есть, кулис как бы есть, а что, а как? Ага. А, все, понятно, я дурак. Кулисы у нас снизу. Так, понятно, что тогда такое. Это у нас просто какой-то крепеж, видимо, чтобы одну на другую навязать или перекинуть снаружи. Ладно, пробуем еще разок. Так, мы всунулись. Кстати, вот сюда можно целиком всей рукой влезать. Так даже комфортнее для меня. Затянулись. Вот у нас нижняя кулиса. Ну что ж, еб твою мать, а ну как так? Это я перевяжу. Небольшая проблема. Но все-таки производителю недочет. Можно было бы и подплавить, получше закрепить. Ладно, сделаю за него. Итак, мы закрепились. Вот эта вот часть флис может быть нужна для протирки визора, шлема. Я предполагаю, что это именно такое назначение имеется в виду. В целом в них тепло, хорошо. Пуху тут довольно много. Они ощущаются пушистыми, прикольнее. Смотрим, как сделана липучка. Липучка обработана. Края не острые. Это правильно. Открывается она с некоторым трудом. На кнопку крепится достаточно легко. Вот пальцев у меня вот ровно вот столько вот вылазит наружу. Большой палец достать не представляется возможным. С Nicos'а можно вот как-то вот так. Обратно закрываем. В принципе, нормально. Теперь стоит вопрос. Есть ли у нас на двух руках такие девайсы. Могу ли я что-то с ними сделать? Еще раз мы наделись. Сейчас, надеюсь, что это не оторвется. Нет, здесь ничего не оторвалось. Вот мы такие теплые и пушистые. Открыться мы смогли. Закрыться можно, в принципе, не залепляя даже липучку. Если залепить, конечно, гипотизация будет лучше. Шов здесь, как шов, кармашек вот этот оставляет по бокам. Это некие дырочки. Поэтому туда холодный воздух все-таки может поддевать. Но этот вопрос решают тонкие перчатки. Например, из альпаки или верблюды. Или просто тоненькие шерстяные, собственно, как и заявлено производителем. Тогда вот эти вот маленькие щелки, нас не будут морозить. То, что внутри пуха все равно тепло. Перчатки прикольные. Мне бы, наверное, лучше размер M в холодную-холодную зиму. То, что они синего цвета, ну, не знаю, когда минус 20, мне уже все равно становится. Какой у меня там дизайн, если долго гулять. То есть сделано прикольно. Но вот этот косяк с оторвавшимся элементом пластика, это, конечно, проблема с одной стороны. С другой стороны, лечится элементарно. В крайнем случае можно просто перевязать и тянуть за узел. Я сейчас это все перезакреплю. Это вопрос в 5 минут времени, даже, может быть, меньше. Мне нравится. Сейчас у нас они последние остались. Вроде как ожидается еще, что приедут завтра. Я не до конца помню содержимое партии. Знаю, что куртки приедут. И, надеюсь, еще перчаточки. Почти все разобрали. Поэтому покупки рекомендуется. Негативных отзывов я не слышал. У них также есть братья, другим названием, не открывающиеся. Посмотрите у нас на сайте. Как-то такая штука.